Приветствую вас, мне кажется, что вот в текущей ситуации самым оптимальным вариантом для вас будет с моей стороны обратить ваше внимание на некоторые вещи в вашем тексте, которые мне кажутся очень важны. Значит, первое, значит, вы пишете, что наш муж хочет переехать в другой город, а я категорически против, никуда не хочу переезжать. То есть, понимаете, вот здесь смущает ваша категоричность в первую очередь. То есть, ну, вы можете быть против, это безусловно ваше право. Вы можете быть против, это нормально, но почему категорически против? То есть, именно категоричность откуда здесь? А какое основание для именно категоричности в данном случае, ну, в данном контексте? Вот. Это первое. Второе. Проработав на работе два года, ему и мужу стали предлагать должности в других городах, когда каждые полгода я слышу, я прихожу с обеседования на должность в городе. Я хочу жить в своем родном городе, здесь живет моя мама. Значит, когда у нее был муж, я была не против переезжать, ведь был человек, которому-ка не позаботиться, она уже в возрасте. Я не думаю, что привязка к вашей маме тот, что реально может вас ограничивать, потому что, мне просто кажется, что, ну, люди же живут, например, в других странах, хотя родители у них достаточно пожилые. Вот. Вопрос в том, как это все организовать. Вопрос в том, хотите ли вы, например, все это организовывать? Интересно ли вам это делать? Интересно ли вам организовать, допустим, для своей мамы, да, какие-то вещи? Организовать ей, например, беззаботное, безопасное, к примеру, проживание, да, там, нанять нянь и так далее. То есть, как бы, мама, она, ну, получается, что вы к ней здесь привязана. Дальше. Так, здесь живет моя мама. Так, здесь все мои друзья и любимая работа. Это, вот, уже более ощутимо. Это уже то, что принадлежит непосредственно вам. Так сложилось, что мой мучный домосед вытянуть его куда-либо очень проблематично, я же, наоборот, не могу сойти дома, мне нужно общение, мои друзья, моя родня. К чему вы это, я не очень понял, в каком контексте вы об этом пишите. Сейчас мы планируем родить ребенка. Опять же, я не очень понимаю, о каком родине ребенка, грубо говоря, идет речь, если вы досыдьем сталкиваетесь лбом друг с другом в том, что не можете, ну, вот, переехать, да, то есть, как бы, что муч хочет переезжать, вы, соответственно, не хотите. То есть, о каком ребенке в данном случае идет речь, я вот хотел бы, наверное, несколько лучше понять, да, то есть, как вы планируете ребенка, если, там, допустим, хотите, ну, если у вас вот столь серьезное расхождение есть во взглядах, да, вот, потому что это, ну, объективно, объективно это не шутки, вот. То есть, мне кажется, здесь нужно поисследовать тоже этот момент. Дальше, я не хочу в чужом городе сидеть одна с ребенком в четырех стенах, окей, все понятно. Придум он сам не знает чего хочет, говорит, что и так из-за меня отказался от своего хобби, друзей и желания, при этом я, наоборот, ему всегда предлагаю сходить с друзьями куда-нибудь заняться, хобби, он ничего не хочет. Ну, здесь, я полагаю, имеет место быть контекст, в котором вы ему это все говорите, ибо часто бывает такая история, что вы говорите одно и, в общем-то, совершенно уверены в том, что говорите одно и, собственно, имеете в виду одно, что на самом деле человек воспринимает так, как будто вы, ну, имеете в виду совсем другое. и никуда от этого, в общем, не деться, вот. Это неприятно, очень, это безумно неприятно, как правило, но такое бывает. И мне кажется, опять же, что лучшим, лучшим моментом будет преследовать ваши отношения, значит, понять, кто что имеет в виду, да, ну, вот именно из вас, кто что подразумевает, что, допустим, чувствует ваш мужчина, да, когда вы ему говорите, почему он, опять же, отказался ради вас от своих хобби и желаний друзей. Вот это всё нужно исследовать, если он чувствует себя жертвой, вот в данном контексте, то мне кажется, что из этого состояния ему нужно выходить, да. То есть, понимаете, очень важно в итоге, в итоге, очень важно понять, чего хочет каждый из вас. То есть, чего хотите вы, например, чего хотите вы и что нужно вам, чего хочет мужчина и что ему нужно, да. То есть, вот эти все моменты, их нужно как-то раскрыть, их нужно как-то раскрыть. И лучше всего это сделать, наверное, на совместной консультации. То есть, именно, вот на совместной консультации, чтобы вы вдвоём пришли к психологу и преследовали свои чувства. Возможно, имеет смысл с вами поработать, ну, вот именно более, так скажем, предметно, да, и так далее. Дальше, значит, вы пишите, как сохранить семью, есть ли компромисс в подобных вопросах? Компромисс в подобных вопросах, конечно, есть, вопрос заключается в том, где он находится. То есть, компромисс, ну, компромисс в любом случае будете искать вы со своим мужем. Вопрос заключается в том, насколько точно вы определите, вот, значение, может быть, значение того, что вам важно. Вот этот момент, это вот то, что я хочу до вас постараться донести, да. То есть, компромисс, компромисс, можно, можно найти. Это, ну, это не так, прям, вот, знаете, сложно, не так сложно найти компромисс. Момент здесь, он в другом, скорее, да, момент здесь именно в том, вот, ну, насколько вы готовы его искать, понимаете, какая штука. Вот, собственно, если готовы искать компромисс, если действительно готовы искать компромисс, то всё здорово, в таком случае вы обязательно его найдёте. Я здесь даже, вот, даже не сомневаюсь в том, что вы его сможете найти компромисс. Но если вы не готовы искать компромисс, если вы не готовы искать компромисс, то в таком случае будет только негатив, будут только какие-то ссоры, будут только какие-то, ну, какие-то недопонимания, обиды и так далее. Я настаиваю на том, чтобы вы свои отношения старались выстраивать более как бы так сказать, более более осознанно может быть, более сознательно может быть. Понимаете, вот я, наверное, в этом направлении хотел бы предложить вам подумать, подумать. Потому что как бы вопрос заключается в том, что вы готовы реально сделать для человека и что он готов сделать для вас. На что вы готовы там, грубо говоря, идти, да? На что вы готовы идти, на что он готов идти, что он хочет, к примеру, что вы хотите, да? То есть я об этом, как бы я и тоже говорил. Вот. То есть это такие вот важные аспекты, на которые вам нужно обратить внимание. насколько, опять же, это, допустим, серьезно, что-то, это правда то, что может вашу, допустим, семью разручить. Да? То есть если это может действительно вашу семью разручить, то насколько в таком случае она крепкая у вас семья, я имею в виду. Ну вот. Понимаете, да? О чем, что я хочу сказать. мне кажется, что вот на эти вещи вам нужно обратить внимание. Ваше. Вот. Это важно. Правда. А дальше все будет видно. Будет видно. То есть возможно найдется какое-то, какие-то решения всегда можно найти. Можно найти. Если, если, есть желание двух людей. Вот. Ну так. Если вы не можете специально это сделать, то психолог вам в этом становится семейным психологом. Вот. Вот как пишет Кудрячев Игорь Леонидович все-таки его ответу тоже, мне кажется, стоит вам прислушаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok